Всем привет! Иногда в руки самодельщиков попадают вот такие вот двигатели. Это полароторный двигатель, то есть он не имеет коллектора, не имеет щеток, не имеет схемы управления. У него всего две катушки и он работает от сети 220 вольт. В этом легко убедиться по шильдику, если шильдик есть. Такие типовые двигатели в сушках применяются, в микроволновках применяются, даже в проигрывателях применяются. А вот как его запустить? От батарейки он, конечно, не запустится. И чтобы включить его в сеть, конечно, потребуется шнур питания. Но все ли так просто? Из розетки у нас идет всего два провода, а в двигателе три. Что же делать? Для начала давайте попробуем взять и присоединить пару проводочков вот этого двигателя к шнуру питания 220 вольт. Я соединил. Внимание, не повторяйте такие эксперименты дома, особенно те, кто не очень опытен. И когда даже вы очень опытны, то, проводя подобные эксперименты, не забывайте об изоляции. Чтобы увидеть, куда вращается вал двигателя, я прикреплю маленький флажок из желтой изоленты. Иначе нам не будет заметно, вращается он или нет. Итак, опыт первый. Мы подключили два провода и пытаемся включить этот двигатель в розетку. Слышим небольшой гул, но ничего не происходит. Так, может мы перепутали провод? Ладно. Давайте возьмем, оставим черный на месте, присоединим к питанию розовый. Не забывайте все изолировать хорошенько и контакты держать подальше от оголенных рук. Пробуем. И тоже ничего не происходит. Как же заставить этот двигатель работать? Согласно популярным схемам и законам Ома, нужен конденсатор. Конденсатор берут емкостью обычно одну микрофараду. Можно больше, можно меньше. Можете поэкспериментировать. Будем считать вот этот вот черный провод основным, а вот эти два вспомогательными. Можно выяснить на самом деле, где находится вспомогательная обмотка. Надо прозвонить обе обмотки, и та, которая имеет наибольшее сопротивление, та и будет вспомогательной. Ну это на мой взгляд. Итак, чтобы запустить двигатель с помощью конденсатора от сети 220 вольт, я подключаю к основному проводу, а можно и не к основному. Конденсатор. И вот у нас есть вывод для того, чтобы можно было куда-то подключить третий провод. Не забываем про изоляцию. Конденсатор стоит на месте. Включаем. Двигатель работает. Давайте попробуем поменять. Видите, он крутится в эту сторону. Тормознем. Давайте попробуем поменять вот эту клемму с вот этим проводом. И теперь мы подсоединим не розовый, а черный проводочек. Не забывайте о технике безопасности. Это может быть опасно, если ничего не изолировать. Мы подключили другую пару проводов и запускаем. Двигатель сменил свое направление. Итак, мы очень легко сделали подключение от розетки этого двигателя. Мало того, мы сделали так, что он меняет направление. Если сюда подключить тумблер, который будет переключать то одну, то другую пару вот этих проводов, то подавая на конденсатор напряжение либо отсюда, либо отсюда, мы будем менять вращение нашего двигателя. Это можно не показывать, это понятно и так. На этом все. Пока. До следующих встреч.